От дорогой THAAD до F-18, что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США. Украина могла пригласить в США новое вооружение, среди которого есть некоторые достаточно дорогостоящие позиции. В списке, опубликованном журналистами Reuters, есть, в частности, самолеты, дроны и новейшая система ПВО THAAD, что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США, в материале РБК Украины ниже, при подготовке материала использовались источники Reuters, Defense Express, экспертные комментарии для предыдущих публикаций РБК Украина, сайт компании General Atomix. Что этому предшествовало, напомним, Reuters сообщила, что представители Министерства обороны Украины на закрытой оборонной конференции в Вашингтоне передали США новый список вооружения для украинской армии, в перечень вошло оружие, которое уже получит или скоро получит Украина. В частности, танки Abrams, 155мм артиллерийские системы, истребители F-16, ракеты ATACMS и т.д. Но также в списке было вооружение, которого еще нет у сил обороны Украины, новая и очень дорогая THAAD. По данным Reuters, Украина могла попросить у США систему противоракетной обороны THAAD, терминал High Altitude Area Defense, производителем которой является компания Lockheed Martin. THAAD это мощный эшелон противоракетной обороны, предназначенный для перехвата баллистических ракет на дальности до 200 километров и на высотах до 100-150 километров. Официальная передача этой системы про уже поднималась на высоком уровне. Но эксперты считают ее маловероятной, эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко в комментарии РБК Украина ранее объяснял, что Toyota это новейшее оружие, но очень дорогое, даже для Европы. Более того, комплекс привязан к американской спутниковой системе. THAAD находится на вооружении США, ОАЭ и Саудовской Аравии. Истребители F-18 Hornet. F-A-18 Hornet это американский палубный истребитель-бомбардировщик компании McDonnell Douglas, сейчас Boeing, разработанный в 1970-х годах. Это основной боевой самолет США, находящийся на вооружении также в странах Европы и Азии. Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко для РБК Украина рассказывал, что F-18 является палубным истребителем и имеет более крепкую конструкцию, у него более крепкое шасси. И он прямо сейчас может работать с наших аэродромов без необходимости серьезной доработки взлетно-посадочных и рулежных полос. Он не боится сильных ударов и тряски при посадке, отметил он в беседе с изданием, в базовом сопоставлении F-16 и F-18 практически одинаковы. Поэтому часто как эксперты, так и западные СМИ предполагали, что Украина может рассматривать F-18 для обновления своего авиационного парка. РБК Украина ранее сравнила характеристики и возможности F-16 и F-18 читайте об этом в нашем материале. Беспилотник МК-9Б Sky Guardian – это разведывательный беспилотник с размахом крыльев 20 метров, разработанный компанией General Atomix. Дрон может развивать скорость до 480 км в час. Максимальная продолжительность полета – до 24 часов. МК-9 имеет и ударную версию, она может быть вооружена ракетами AGM-114 «Хиллфир» и управляемыми бомбами Марк-82. Добавим, что США часто используют этот беспилотник для разведки. В частности, в Черном море. Вертолеты Apache и Black Hawk – Apache американский ударный вертолет, очень распространенный в США. Из открытых источников известно, что Пентагон имеет до 740 таких вертолетов разных версий, Black Hawk уже находится на вооружении Украины. Этот вертолет используют бойцы Главного управления разведки Минобороны. Самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules – это транспортные самолеты, предназначенные для перевозки военнослужащих и военных ресурсов. Также их используют для стратегической переброски грузов, десантирования воздушно-десантных войск, медицинской эвакуации, C-17 Globemaster является стратегическим для США военно-транспортным самолетом. Оба самолета находятся на вооружении не только в США, но и в Австралии, Канаде, ОАЭ, Катаре, Индии и Британии. Точка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.